С 1 декабря внепланово вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги до 9%. Индексация проводится второй раз за год и коснется платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора. В Минэкономразвитии поясняют, что перенос сроков очередного повышения тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 позволит обеспечить бесперебойную работу ЖКХ, а также сохранить качество услуг для населения. Следующая плановая индексация нас ждет в июле 2024 года. В ведомстве подсчитали, что с 1 декабря сумма в платежке для семьи из трех человек вырастет в среднем на 324 рубля в месяц. Еще одно нововведение, касающееся жилищной сферы – разрешение на установку хамамов и соляриев в квартирах жилых домов. При этом продолжит действовать запрет на оборудование в жилье, бань и саун. С 1 декабря расширяется функционал портала госуслуги. Теперь на сайте можно будет оформить ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрировать право на недвижимость, отправлять декларации, а также встать на учет в налоговом органе без посещения инспекции. Еще одно изменение в сфере налогообложения – освобождение от уплаты НДФЛ и страховых взносов за полученное безвозмездное имущество. Оно касается мобилизованных граждан, контрактников и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, а также их семей. Начиная с 1 декабря при обращении в больницы и поликлиники, россиянам больше не понадобится бумажный полис обязательного медицинского страхования. Документ переходит в цифровой формат, и хранить его можно будет в смартфоне. В телефон, а точнее в социальные сети, приложения которых установлены в гаджетах, придут и госорганы. Их обязали ввести свои официальные паблики. Государственные структуры, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды должны создать и ввести странички во Вконтакте и Одноклассниках. Там чиновники будут отвечать на вопросы граждан. Предполагается, что нововведение позволит пользователям соцсетей получать полную и достоверную информацию о деятельности госучреждений.